Добрый вечер, Елена. Вот по сообщениям Донецкой областной милиции, обстрелы со вчерашнего дня не прекращаются в пригороде Дзержинского. Там артобстрел идет со стороны Горловки. Некоторые снаряды долетают и до жилых кварталов. Есть разрушенные дома, есть и раненый мирный житель. Это сотрудник местной шахты. Еще один мирный местный житель сегодня был ранен во время обстрела в селе Гранитном. Не прекращаются атаки боевиков и вблизи Донецкого аэропорта. Под огнем опытное, пески, водяное. А также ситуация остается напряженной и на юге Донецкой области, сообщает штабе антитеррористической операции. Сегодня же противник уже 9 раз порушил умовы Винскому рандуму. Все эти 9 раз были населены в пункте Широкино. При этом он использовал в ночи артиллерию калибром 152 мм. На день перешел на калибр 120 мм миномета. В окременных выпадках навченную вискослужбовцу было дозволено использовать вогонь-витвы, используя 82-мм минометы. И очень хорошо потрапили по огневых точкам противника. Вот в таких условиях объявленного официально перемирия наши украинские военные продолжают вести, нести службу. Некоторые со дня на день должны были демобилизироваться, ведь отслужили, как положено, погоду. Но их возвращение домой затягивается. Только по слухам знают, что задержаться придется, пока им ничего не объясняют. Они как один говорят, что готовы служить еще несколько недель, месяц, только знать бы, сколько точно. Почему не готовы мириться с неопределенностью, смотрите в нашем сюжете. Наталья ждет возвращения жениха Романа из армии. Сперва ждала со срочной службы, теперь с войны. По всем срокам вчера парень должен был отправиться домой. Но демобилизация затягивается. И не только для Романа. Весь второй призыв как один. Рядом в строю. По закону Украины так же принято. Воно получается, что 10 дней недослуживает каждый солдат до року. Фактично сегодня 6 число, 16-го я призванный. Сегодня я бы мог быть уже свободен. А это другой батальон, но проблема та же. А с работой уже начали звонить предприниматели, то есть ребята, у которых работали. Значит, если ты не приходишь на дембель, 16-го числа ты не приходишь, год заканчивается, значит, мы тебя увольняем. Будешь с нами судиться, пожалуйста, судись. Но мы поставим тебя в такие условия, что ты сам уйдешь с работы. А некоторых уже не работодатели ищут, а военкоматы по месту жительства. Мой куратор как бы позвонил и говорит, Андрюш, мы тебя ждали уже вчера или сегодня, то есть где ты? Я говорю, я еще служу. Она говорит, то есть вас уже, ну, как бы должны увольнять, уже как бы вот вы выступили, там все, то есть ваше время истекло. То есть я должен уже 5-го мая быть дома. Почему так командование объяснять бойцам не спешит? Я командир сегодня мне сказал, капитан, не нравится? Ложи оружие, иди. Кто тебя держит? Единственное, я сказал, что надо держать тут законы. Присяг, что я уверен в своей Украине, я рады все тут, я их буду защищать. Ну, год отслужил, и все. На каких обстоятельствах надо держать? Кто объяснился, или нет? Мы просим, чтобы приехал сектор и приехала наша команда. На любой вопрос солдата, ребят, мы получаем ответ. Звоните на горячую линию. Не смогли ответить, когда мобилизованных отпустят домой и в штабе сектора М по рассказам военных. Некоторых бойцов командование уже подготовило к демобилизации, заставило сдать выданную экипировку. И сколько придется служить в том, что привезли волонтеры или купили сами, никто не знает.